На открывшемся токийском автосалоне Mazda представила свой первый серийный электромобиль, нацеленный на массовое производство. Обычная японская марка дает своим паркетникам индекс CX, тогда как за спортивными моделями закреплена приставка MX. Первая электрическая модель Mazda как раз и представляет собой компактный кроссовер. По размерам он больше всего напоминает приподнятую Mazda 3. Однако, вопреки канонам, новинку вдруг назвали MX-30. Причина такой путаницы в позиционировании модели. Японский электрокар создан для активной молодежи, то есть он ближе к спорту, чем к практичности. Салон по большей части выполнен из переработанных материалов, а вместо кожи использована натуральная пробка. Чтобы внедрить литиево-ионную батарею в силовую структуру кузова, электромобилю разработали собственную платформу, а схемой подвесок поделилась Mazda 3. Спереди здесь стойки Макферсона, а сзади полузависимая балка. Мощность электродвигателей пока не названа, но ориентироваться будем на данные тестовых прототипов. Зато известна ёмкость тяговой батареи и по современным меркам она небольшая. Конечно, это напрямую сказалось на дальнобойности, но Mazda уверяет, что средний европеец проезжает только 48 километров в день. Компактный аккумулятор наверняка экономит вес, и тут пресс-релиз снова напоминает о драйверском характере машины. Подтвердить это могли бы характеристики, но они пока не раскрыты. Видимо, японцы продолжают работать над финальными калибровками. И для этого есть время. Ведь открыты только предварительные заявки в Японии и Европе, а старт продаж состоится только во второй половине следующего года. Субтитры сделал DimaTorzok